Получил команду на начало движения. Команда Вьетнама отправляется на трассу и теперь на индивидуальной гонке. Давайте поддержим, пожелаем удачи экипажу. Капитан Чан Вьет Хай, лейтенант Чан Гок Бини, лейтенант Гуен Тиен Чиен. Вперед, вперед и только вперед. Итак, здесь первое препятствие. На экранах мы видим, как преодолевает Меканик водитель препятствия Змейка. Участок маневрирования, на котором нужно объехать все четыре столба, не зацепив его не на миллиметр, а после этого выйти в ограниченный проход шириной 4,5. Друзья мои, ну а 31 августа российскому танкостроению за это время были сконструированы, поставлены на производство десятки танков. Из них легендарная машина. В корпорации работают более 50 тысяч человек. Ежегодно для обеспечения частей соединений Министерства обороны Российской Федерации производится свыше 600 единиц различной техники. От танков и боевых машин пехоты до минометов. И как только обнаруживает ее, мы слышим громкий, громкий выстрел танковой пушки Т-72Б3. Ну что ж, пора открыть огонь и поразить мишень. С первой, к сожалению, не получилось. Но, тем не менее, Вьетнам, друзья мои, в первом заезде. Хорошо! Хорошо! Мишень поражена. Так вот, первый экипаж витейных армейских международных игр. Ну что ж, армейские международные игры, безусловно, обязаны танковому биатлону. Если бы не танковый биатлон, то, быть может, и не родились бы на свет никогда армейские международные игры. Потому что именно в 2013 году, благодаря танковому биатлону, выполнить норматив номер один. А вот экипаж Вьетнама приближается к финишу. Считанные метры остаются до финиша. Техническую помощь экипажей и выходит на... Ну что ж, на экране лидеры этого заезда. Техническая помощь.